Петкум впереди, а сзади нас Эмс, река Эмс. Думала, что это модель, это настоящий кораблик. Он такой красивый стоит на въезде. Прямо смотрите, как в средние века въезд в город, ворота. Я спросила, может, закрываются эти ворота на ночь? Может, например. А, он говорит, когда шторм, то ворота закрываются. Вот канватер. Может, представьте, вода сюда, оказывается, заливаться во время шторма. О, смотрите, какие снеуклоки, как говорят в Нидерландах. Мы называем это подснежники, да? Вот именно беленькие подснежники. Я вам снимала о них шот с хорошими пожеланиями, как всегда. Вот посмотрите, как люди украшают в Германии свои крылечки, садики. Какими гномиками, всякими фигурками, цветочками. Интересно проезжать, вот рассматривать это все. Рада, что могу вам показать тоже. Красивая архитектура. Не знаю даже, что это, но красиво смотрится, да, как какой-то небольшой замок. Ну, хотя вот именно сама архитектура как вот старинная. Вот и автобус такой, интересный, низенький, как жучок, Пэткум. Вообще, даже вот, ну, в Европе разные модели автобусей. У них прям такой какой-то потешный. Такой, знаете, коренастый, низенький, точно как жучок. Выехали мы из Пэткума. И дальше вот написано указатель, что это Эмден. Франко возмущается, что зеленый свет нам вот здесь. Нам налево можно, но в то же время можно и тем, кто прямо едет вот сюда, в нашу сторону. Вот в Нидерландах такого нет. Едет в одну сторону только поток транспорта. Редко-редко, когда есть какие-то исключения, но, как правило, здесь может в несколько потоков где-то перекрещиваться, которым и тому, и тому зеленое, разнонаправленных. А вон на железнодорожной платформе, смотрите, сколько машинок. Новые машинки везут куда-то на платформе. Во сколько, да? А вот это марк? Спросила Франка, что за марка. Ауди, Фольксваген. Много Ауди, сказал. Ого. Излан. Длинный поезд какой, смотрите, сколько мы едем, сколько он длится. Ого-го. Я как-то не видела, вот еще, чтобы на платформе, вот именно столько вот машин. Машины, машины, гляньте, он еще все продолжается. Это все Ауди. Это все, это Ауди. Да, есть Ауди. Вот, уже окончились. Большой город Эмден. И Гавань тут, и каналы. Здесь и корабли ремонтируют, он фарин, репарировал бауы. Бау, да, скейпши верфи. Ну, верфи, да. Верфи. Корабельные. Вот визитная карточка Германии. Везде эти мельницы. Воздушные, электрические. Такие, прям, целыми такими плантациями они растут. Такие большущие. Франк говорил, что их нельзя утилизировать. Вот эти лопасти, их только потом закапывают. Мне-то до сих пор непонятно почему. Посмотрите, друзья, вот эти вот заборчики для того, чтобы, как вы думаете, для чего? Чтобы лягушки не переходили на дорогу. Так мило. Вот и здесь. Светлый транспорт. Рядом. Специальный транспорт. Рядом. Вот, обратите внимание, люди ездят на велосипедах прямо по тротуару. Все причем. С обеих сторон. Потому что на дорогах нет велосипедных дорожек. Либо они какие-то такие условные. И, в общем-то, да нет. Стоят там просто машины припаркованные. Вот автобусная линия с названием, ну, бас. Для автобусов. То есть люди ездят просто по тротуару. Вот какой буй интересный. Эмден – это город, находящийся на берегу Вадензей. Это внутреннее море между Ваденскими островами. И Северным морем. В нем 50 тысяч человек. В основном протестанты живут более 60%. 8% католиков. Но остальные 30% иные религии. Я думаю, что это в основном мусульмане. Конечно, православные. Посмотрите, какие корабли красивые. Ну да, примерно 50 тысяч человек на 2019 год по данным. Очень такой город интересных, сочетание интересных таких старинных традиций и новых уже веяний. Вот такой как бы гармоничный комплекс. В основном здесь голландцы и немцы. Основную часть населения составляют. Ну и такая смесь языковая здесь немецкого, голландского языка, английского. Конечно, достопримечательностью является наличие рядом большого водоема, верфи, суда, канала здесь, река Эмс. Слышите, какой перезвон? То есть вот такая морская тематика. Видимо, Звание церковь. Вон, видите, якорь большой. В общем, интересный такой городок. Если будет у вас возможность, можете прогуляться. Здесь есть какие-то достопримечательности посмотреть. Музеи. И времен Второй мировой войны. Там музей-бункер есть с подземельями. И другие культурные, исторические такие памятки. Можно посидеть в уютных кафешках, ресторанчиках, пройтись по мощеным улочкам. Покажу вам, пусть с моего правого сиденья пассажирского. Немного вот Франк отодвинулся. Покажу вам, смотрите, какой красивый канал. И сюда. Надеюсь, вам интересно было с нами проехать и увидеть вместе с нами то, что мы видели. Я постаралась вам показать поподробнее и поделиться впечатлениями. Заулыбался, почему я его снимаю. Он не знает, что я снимаю вообще его город. Видите, какие старинные здания, с лепкой, с разными такими украшениями лепные. Сейчас поедем, посмотрим еще большой шлюз. Большой мост такой подъемный над каналом. И вот там расположены шлюзы, регулирующие высоту воды. И вот покажу вам, какие вдали, смотрите, корабли там. Вот, причалины. Ближе к ним нельзя подъехать. Ограждение стоит. Мы пытались, объехали, наверное, раза три. Хотели вот тому большому кораблю, который вот, видите, яркий-яркий свет. Ну, присмотрите, сейчас я его увеличу. Но к нему никак не подобраться. Вот тот большущий, огромный корабль. Но к нему никак не подъехать ближе. Ни слева, ни справа. Вот только отсюда, с моста, можно увидеть. На самокатиках ездят люди. Электрических. Вот, видите, под мостом здесь проходит канал. И вот там тоже шлюзы. Сейчас закрыто. Вот там уровень воды выше, чем здесь. Там тоже корабли. Красиво уже, закатное солнышко такое. Чайки летают. Вот смотрите, какие тягачи с машинами. Так перевозят машины в два этажа. Большие фрактваген. Грузовики. Вот здесь предприятие Volkswagen. Обозначение, не знаю, или тут делают те машины. А вот едет, интересно, смотрите, грозовой поезд на эту фабрику. Фабрика и дистрибьюторский центр Volkswagen Audi. Вот смотрите, сейчас увеличиваем. Железнодорожные пути через дорогу. И вот человек стоит, платформы. И он едет. Рабочий такой поезд. Он толкает сейчас эти вагончики. Паровозик. Ой, зайчик попрыгал. Вот, на свободном месте. Смотрите, какое красивое солнышко. Видите, какое оно большое. Видите, разный цвет мусорных ящиков. Потому что отдельно мусор собирают. Отдельно пластик, отдельно пищевые отходы. Вот, вывозят и собирают отдельно бумагу. И люди выставляют вот свои контейнеры на улицу. Потом проезжает машина. Вот, опустошает. И люди контейнеры забирают. По графику они уже знают, какого цвета контейнер надо, значит, выставить. Но здесь я смотрю, что разные цвета, наверное, забирают разные виды мусора у них здесь. Не помню, сказала я или нет, что Эмден – это провинция восточная Фрисланде. И это земля Нижняя Саксония. Ну, по административному отделению по административной принадлежности. Такие домики. Это на одну семью домик. Гараж возле дома. Это, конечно, дорогие дома. Это дюро-хаузы. 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 Да. Ну, Франк, например, считает, что он может стоить 400 тысяч евро, потому что вот именно такое, ну, район окраинный. Ну, это еще не так уж, не так уж, да, дорого, как я думала, что и до миллиона доходит, как вот, в Голландии то есть, ну, там дальше уже поля пошли. То есть, это не где-то именно в городе. И вот видите, целые поля-мельницы. Здесь произрастают ветряки. Ну, вот такой дом, можно, говорит, франки за 300 тысяч купить, потому что здесь такой индустриальный район, в общем, индустриальный такой простор, район. Ничего особенно такого нет, чтобы там красота какая-то, леса, там, не знаю, реки и озера. То есть, вот такой район может быть, да, и подешевле. Вот, люди занимаются бегом. Кстати, обязательно иметь светоотражательные элементы, если занимаешься бегом. Либо даже ходьбой, или там прогуливаешь собаку, если уже сумерки или темно, то требование обязательно иметь какие-то светоотражательные элементы или идти с фонариком. Что интересно, что ферма, которая стоит повыше, чем другие, это, значит, богатый фермер. А если пониже, то, значит, бедный. Их могло здесь затапливать. И вот вы можете на основании того, на каком уровне стоит ферма, судить, сколько она стоит. Так что повыше, ну, то есть, насколько зажиточный ее хозяин. Повыше, это значит зажиточный. Так интересно можно определить. Водяная вышка. Вот это. На нидерландском Баттерторе. Здесь уже велосипедные дорожки есть. Это с Фитцбарк. Да? Да. Интересно, что обычно часы, сколько я не смотрю, их вот такие вот общественные часы на всяких башнях, на домах, там, на магазинах, они всегда идут неправильно. А это правильно. Абсолютно верно идут часы. Сейчас, сейчас именно 17.51. Вот, 17.51. И там тоже 17.51. Вот городок. Туда уходит. И туда уходит. Вот туда. И вот сюда. Вечерний Эмден. Вот уже такой современный более вид города. А вон дом прям на один бок настолько наклонился, что даже Франк, ну, не может быть, что он так естественно стоит. Наверное, его так построили на один бок. Это тоже криво стоит. Я не знаю, что с ними случилось, что они все покосились. На Ректор. На правую сторону. Франк говорит, что здесь мягкий грунт из-за того, что торфа много. И поэтому дома могут вот так вот покоситься из-за этого. Даже удивительно. Это же, наверное, ненадежно, если дом покосился. Мы сейчас подъезжаем. Вот будем езжать в туннель под рекой Эмс возле города Лер, Германия. Прямо вот этот глубокий такой на большой глубине туннель. 500 метров продолжительность его. И вот сейчас сверху, река, по которой огромные корабли по реке Эмс на верфь идут. На верфь. Да, это шепен, который варен здесь. Майя? Майя верфь. Да, Майя верфь. Это очень особое зрение, потому что это влак ланд и шепен, которые 50-60 метров. 50-60 метров высотой корабли плывут. И красивое такое зрелище по реке. Вот под ней туннель. Вот мы проехали бы сейчас под рекой. Франк уже рассердился на человека, который проехал на высокой скорости по тоннелю. Назвал его идиотом. Такое красивое солнце заходящее. Такое огромное, круглое, яркое, блестящее. Вообще прелесть. Прям необычное сегодня. Необычный закат. И вон, гляньте, сколько ветряных мельниц стоит. Вырабатывает электричество зеленое. Франк говорит всегда, что электричество-то зеленое, насколько уходит средства, чтобы их построить. Ну, видимо, потом они себя окупают. Зеленая энергия. То есть биоэнергия. Вот такой вечер. Мы уезжаем из Германии. И надеемся, что время, которое вы провели с нами, спасибо вам за то, что вы смотрели наши видео, за то, что вы остаетесь с нами. Постараемся вас и дальше не разочаровывать, а приносить вам позитивные эмоции. Всего доброго, друзья. И до новых видео, до новых встреч. Мира, добра, благополучия, любви.